Вот Антон уже просто не может удержаться. У нас в гостях представляют Татьяна Лопатина, директор зоопарикмахерской, и Регина Пронаволокова, мастер зоопарикмахерской. Правильно? Доброе утро. Представьте ваших подопечных, моделей сегодняшнего дня. Это яркширский терьер по кличке Варя. Это яркширский терьер по кличке Лиза. Лиза у нас просто, мне кажется, в панике сейчас. Лиза в шоке, первое с эфиром. Ну правильно, все как обычно. Первый раз перед камерой нервничает. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас процедуры и услуги предоставляются для собак, нон и чах? В данном момент профессиональный груминг подразумевает не только модельную классическую стрижку, но и тримминг, выщипывание отмершей шерсти у собачек определенных пород, декоративные услуги, гигиенические, а также спа-услуги, которые все больше и больше набирают свою популярность. Ну как собаке вообще? Тяжело переносят такие вот спа-процедуры над собой? Как? Спа-процедуры – это самые любимые процедуры у собачьих. Они их очень любят. Ну это массаж, это нанесение маски. Мы попозже, видимо, расскажем. Да, давайте прямо сейчас мы на самом деле продемонстрируем. Хорошо. Что это вот мы сегодня будем делать и вредим все ухищрения и изыски? Спа-процедура подразумевает нанесение маски, которая имеет активные вещества, улучшает кровообращение, шелковистость продает. А мы будем вот эту делать или вот эту? Будем вот эту делать. Вот эту. А на людях можно ее вообще пробовать? Давай-ка тебе пробовать. Вообще-то, в самом деле, мы пользуемся иногда этой маской. Порой по качеству лучше. Мы будем мазать варю или лизу? Будем лизу. Давайте. Давайте лизу. Лизу. Она расслабится. Лизу даже расслабится. Лизу нужно аваричку делать. Особенно после зимы очень полезна восстанавливающая маска. Она убирает ломкость, сухость в шерсти. Ну, вот скажите вообще, почему я интересуюсь-то еще? Я знаю, что как бы другом подвергают именно киршистских терьеров, шпицах, ну, то и терьеров, маленьких, в принципе, пород. И крупные породы, и маленькие породы. Вот у меня лабрадор. Представляете, да? Давай, удачу, мы можем что-нибудь делать. Скажите, лазвай. Хорошо. Мы их моем и вычесываем. Убираем подшерсток, который линяет, который дома на коврике лежит. То есть мы его убираем, и собаки не линяют дома. То есть вот когти обязательно. Ну, а вот большим собакам, каким-то, знаю, овчарку приводили на масочку какую-нибудь? Да, конечно, мы делали маску немецкой овчарки. То есть это тоже, получается, мы их моем, вычесываем. Ну, вот основное, стричь там только лапочки аккуратненько привести, пальчики в порядок. Татьяна, значит, на очищенную шерсть уже помыли, уже очистили базовым шампунем и бальзамом. Ну, после этого она мокрая, после очищения. Да, мы подувлажнение. Подувлажнение. Лизок не бойся, чтобы это красиво. Регина, а вы, может быть, начнете уже что-нибудь татуировать? Да, у нас получается креативный груминг. Сейчас очень модно блеск тату. Мы сделаем блеск тату у нее на ушках. На ушках. С помощью... Да, специальный клей для тела. Клей для тела? Да, клей для тела, блестки и кисточки. Вот, а еще раз, человеку можно что-нибудь приклеить? Можно. Это, вообще, это клей для человеческого тату. Он также безопасен для собак. То есть мы проводили, мы делали... Давай я тебе приклею, пока. Давай пирсин себе сделаем. Хорошо, я поняла. Берем, значит, маску, разводим теплой водой, 1 к 10. И просто руками наносим на шерсть. А затем, после того, как мы ее нанесли, собаки не слизывают ее? То есть это безопасно? Все маски натуральные компоненты имеют. Они безопасны, даже нечаянно слижут. Но она закутывается обязательно полотенцем под компрессор в салоне. Теплый воздух направляется для усиления активных веществ. И вот нанесли, в компресс поставили и забыли на нее на сколько минут? На 10-15 минут. Мне кажется, Лиза не очень, да? Да, Лиза, потому что... Я не сила, это не нравится. Ну, скажем, вчера только мылись, а что такое? Что происходит с ней? Да, она не понимает, не готова была на весь красноялся. Но зато Варя просто сидит сейчас. Мне кажется, вы каждый день, да, меняете ей вот образы? Собака у нас второй раз участвует в такой программе, как можно сказать, когда ее над ней издевают. Что издеваются? Варя просто мудрый, старый, мудрый, старый, простите, простите, пожалуйста, за такие... Мудрая йоркширьирская леди. Опытная, я бы хотел сказать. Да, опытная. Скажите, пожалуйста, в апреле состоится фестиваль груминга, и вы будете в нем участвовать? Что за фестиваль? Как вообще на него попасть? Наши перезрители, у которых такие же очаровашки есть. Приезжает Роман Фомин, который нам будет проводить мастер-классы по креативу, по породам собачкам, и могут участие принять все, кто заинтересованы в груминге, в красоте, в уходе с собачками. Будет проходить в зоопарикмахерский Барбос. У вас? У нас. Ну, позже скажем, как можно записаться туда. А вот это что за загадочная баночка? Это вторая маска апельсиновая с силиконом. Она помогает, превращает выпадение волос, укрепляет, ослабим те, кто очень сильно линяет. Она и кошкам подходит, я тут смотрю, и как кошка, и тут, и собака. Слушайте, ну все прям как для человека, да? В превращении выпадения волос прям, ну слушайте, взрыва. То есть заворачиваем массажными движениями, еще вот так вот пропитываем это все. Сейчас вообще много обращаются ими за грумингами, не знаю, как наявки. Ну да, сейчас это набирает обороты, то есть очень много людей стали ухаживать за своими собаками, не только в домашних условиях, но и в салоне. Очень много сейчас у нас выставки собак, очень много выставочных собак ходит тоже на груминг. Но, наверное, это все равно чаще перед выставками, да, такие мероприятия проходят в салонах? Чаще всего это после дач собак приводят в порядок, это осенний период. И весной после к даче готовят. То есть получается вот так вот. Ну, Новый год у нас очень активно прошел, то есть люди делали вот эти все блеск, тату, украшения, окрашивания шерсти, чтобы выделить свою собачку где-нибудь на мероприятие. Я понял, почему они ее не слизывают. Потому что она... Очень, да? Да, ну ты, как обычно, бывает такое мыло, покупаешь и хочешь, что его куснуть. Кому интересно? Собакам. А если на дачу делаете, то не жалко, ну, то есть это же труд все-таки, вот собака испытывает, так скажем, ну, не собачьи эмоции. И вот на даче же все равно эти грядки, среди морковок, она бегает, это вот сколько вообще держится в среднем все? Нет, ну, такое на дачу не делается. Да, то есть это делается в основном йорком, вот домашним, которые у нас ходят куда-нибудь на мероприятия, те же по магазинам, по ресторанам, сейчас же модно с маленькими собачками где-то появиться. То есть получается, вот именно креативный груминг делается собакам, которые у нас маленькие. Ну да, что делается, что попроще. Слушайте, ну здорово прямо вообще. И вот, я не знаю, и меня Варя поражает, она отлично просто собака, которая все терпит, я не знаю, или ей это нравится. Лиза все-таки привыкает к спа-процедурам, это вот такая девичья история. Спасибо большое, что пришли к нам, спасибо, что показали последние тенденции в собачьей моде в груминге. Большое спасибо.